Вот это, я думаю, что мы в ближайшее время совместными усилиями с обязанностями главы города Сергеев Посад сделаем. По крайней мере, задача такая, перед нами губернатором поставленная, мы планируем ее выполнить. Сергей Александрович, можно уточняющий вопрос по поводу Ветхого аварийного фонда? Что это за 8 домов? Сейчас глава Ветхого аварийного фонда вам расскажет. Это Виталий Слепцов, он сейчас адресант. Здесь определенные полномочия, вон 131-го закона, поэтому городская власть за это отвечает персонально. В связи с этим, хотелось бы что сказать. Есть 8 домов, которые сегодня нужно рассчитывать, поскольку они являются аварийными. Поэтому мы проработали за счет региональной программы материал, подготовили документацию конкурсную и выставили ее на аукцион, для того, чтобы организация, которая работает в аукцион, она могла спроектировать эти дома, в дальнейшем построить. Естественно, те жители, которые проживают в 8 аварийных домах, будут рассчитывать в дальнейшем. Реализация программы в 15-й год. А где? Что за домов? А где сам не хочу? Это рабочий поселок. Там вот эти 8 домов, они будут расселены. Там будут строиться новые, невысокоэтажные дома в рамках 3-4 этажей. Друзья мои, это не значит, что на территории, если говорить именно о городе Сергея Васатова, всего 8 аварийных домов. Их, конечно, гораздо больше. Более того, я могу сказать, что у нас даже признаны аварийными, ветхими аварийными домами, по сути, не приводим. Их тоже больше. Но на все сразу средств у нас не хватит. Опять же, мы работаем по нескольким направлениям. Первое, это работа с региональными средствами, с федеральными в рамках реконструкции, расселения, полуфедерального образования, расселения ветхого аварийного жилья. Второе направление работы, это так называемый вторичный рынок строительства, когда эти дома, эти участки, мы заключаем инвестиционные контракты, приглашаем инвесторов, они разбирают эти дома и на их месте строят другие. То есть сейчас мы готовим и эту в том числе программу, и это должна быть также существенная часть, просто ехать на шее у регионального и федерального бюджета. Конечно, мы такого права, в первую очередь, морального не имеем. Но то, что в городе, к сожалению, эта работа до сегодняшнего дня велась, ну, скажем так, не совсем с адекватной скоростью, с не совсем адекватной потребностью, это факт. У нас есть еще подобное родное поселение, у нас, к примеру, город Ходьково, кто знает, там вообще ни одного дома никогда по федеральным программам ветхого аварийного жилья, проселению и переконструкции не ремонтировалось. Ну, вот есть и такие. Там тоже мы сейчас ситуацию исправляем. Это проблема глобальная, район не только города Сергеев-Фасад. Она настолько масштабная, что, честно говоря, даже страшно сейчас начинать работу. Но это говорит только о том, что мы должны намного более быстро двигаться в этом направлении. Вот и все. Если я резюмирую, то в 2014 году будет расселено 18 домов на территории города Сергеев-Фасад. В дальнейшей динамике, да. Поэтому примерно такая динамика существует. Спасибо, Александр. Вы говорили в прошлом году о строительстве нового роддома, крупного, в одном из крупных, в Москве, диализмного центра, судебного бюро, судебная экспертиза. Но в последнее время ходили слухи о том, что это все прикрылось и что, вроде как, динамику строительство не будет пояснить ситуацию. Значит, по всем программам, по всем объектам, и по роддому, и по диализному центру, и по всему остальному, о чем заявлялось, мы ведем работу. По роддому мы уже серьезно продвинулись. И я думаю, что в будущем году мы уже приступим непосредственно к реализации этого проекта. По поводу диализного центра. Это инвестиционный проект. На сегодняшний день инвесторы, сейчас проходит замена инвестора на компанию, которая реально готова сегодня складывать деньги. У нас есть, также в этом году мы начинаем работу по строительству бассейна в поселке Римаш. Сейчас ведем проектирование. То есть, также мы в течение двух-трех лет новый бассейн получим и так далее, и так далее. То есть, у нас ни один проект, ни один объект не пропал, не выпал. Более того, я говорю с губернатором, и я уверен, что после тех впечатлений, которые губернатор сегодня получил, после того, как он увидел, как мы работаем, а мы сегодня показывали и некоторые наши достижения, и показывали наши проблемы. Нам, собственно говоря, нечего скрывать ни от жителей, ни тем более от губернатора. Рассказывали, как мы планируем эти проблемы решать. Показывали текущий рот, показывали обычные дворы совершенно, обыкновенные, особенно. Да, конечно, немного вчера где-то почистили улицу, но гаражи красить не стали, помойки убирать не стали. Губернатору все показали, как есть, и жители готовить не стали. Поэтому сегодня губернатор услышал очень много претензий, в том числе и в наш адрес. Но, опять же, наша задача показывать все, как есть. Но мы понимаем, как с этими проблемами работать. Так вот, я уверен, что правительство региональное в целом, и губернатор в частности, нас поддерживают. В тех наших просьбах у нас просьб очень много. Потому что в Сергеево-Поксасском районе, не знаю, есть ли еще такой район в Москве, где уже очень давно ничего не строилось.